Здравствуйте, дорогие студенты! Сегодняшняя лекция посвящена гигиене водослужения. Мы разберем методы улучшения качества воды, а также коснемся проблем и заболеваний, которые связаны с качеством употребляемой воды. Всего существует несколько таких, можно выделить несколько видов водопользования, то есть на что современный человек может использовать воду. Первое и самое главное водопользование, оно выделено буквами, питьевое. Это один из самых главных видов водопользования. Напомню, что современный человек активно потребляет питьевую воду и в том числе использует ее для хозяйственно-бытовых целей. Итак, к питьевой воде, к этому виду водопользования, предъявляют самые жесткие требования. И это требования обозначены в государственном стандарте Российской Федерации под названием вода питьевая. Следующий вид водопользования – это хозяйственно-бытовое. Но в связи с тем, что у нас наши сети водопользования одни, поэтому вода подается по питьевым сетям. И эти сети используют также, эту воду используют также в хозяйственно-бытовом назначении. Это может быть стирка, уборка, приготовление пищи, все, что угодно. Следующий вид водопользования – это рекреационное водопользование. Что это значит? Это значит, что используют воду для отдыха. Ну, к примеру, бассейн берега, побережье Чёрного моря активно в летнее время используют для отдыха люди. Также для водного спорта требования к такой воде гораздо менее жесткие, чем к воде, которая поставляется в питьевых целях. Следующий вид водопользования – бальнеологическое. То есть это оздоровительное, лечебно-оздоровительное. Та вода, которую используют для лечения, оздоровления, закаливания. И требования к такой воде предъявляются такие же, как и к питьевой. Следующий вид водопользования – это промышленное. Воду в достаточно большом количестве используют в технологических целях. Ну и для каждой отрасли промышленности существуют свои собственные ведомственные нормативы. Следующий вид водопользования – это мелиоративные. То есть ирегация земель в сельском хозяйстве, полив растений. Там также существуют определенные ведомственные нормативы по качеству воды. Следующий вид – это рыбохозяйственное водопользование. Он используется для разведения рыб и гидропионтов. Ну и существуют так называемые рыбохозяйственные предельно допустимые концентрации веществ в этой воде. К большому сожалению, существует следующий вид водопользования – это захоронение отходов или дампинг, сброс отходов в бассейны рек, озер и мали. Самый неактуальный, он актуальный, но самый неприятный, не целевой, скажем так, вид использования воды. Почему? Потому что действительно на дно водоемов спускаются определенные емкости, производят так называемое захоронение емкости с отходами. И в бассейны рек, озер и морей идёт сброс восточных вод, конечно, после очистки, но допустимое такое водопользование. Следующий вид водопользования – это транспортный. Это устройство портов различных, которые, естественно, загрязняют акваторию. Ну и транспорт, хотя водный транспорт является самым недорогим из всех видов транспорта на сегодняшний день. Вода. Наша планета имеет название ещё, вот её иногда называют «голубая планета». Это связано с тем, что на поверхности планеты Земля существует достаточно большое количество воды в виде морей и океанов. Но, однако, эта вода – солёная вода. И вот на слайде видно, что 97,5% всех запасов воды представлено солёной водой океанов. Остальные 2,5% – это вода пресная. При всём при этом только 0,77% запасов всех мировых воды приходится на пресную воду, которую можно использовать. Потому что оставшиеся 1,7% представляют собой ледники, которые по понятным причинам использовать в некоторых случаях вообще невозможно. Поэтому подчеркну ещё раз, что запасы водные, именно пресной воды на планете Земля крайне ограничены. Всего 0,77% от всех мировых запасов воды. Ну и в зависимости от вида водопользования предъявляют различные требования, которые находят отражение в различных документах, регламентирующих качество воды. Если мы говорим о воде водоёмов, то к ним используют следующие нормативы, документы. Первый документ – это ГОСТ, государственный стандарт, вода источников централизованного водоснабжения. И второй документ – это Санитарные правила и нормы САНПИН 2.1.4.11.75.02. Требование к качеству воды не централизованного водоснабжения. Что касается воды питьевой, то существует также несколько нормативов. Достаточно давно существовал ГОСТ Союза Советских Социалистических Республик, который назывался «Вода питьевая». Достаточно жёсткие нормативы использовались. Ну и на основе которых Российская Федерация в 1998 году создала собственный государственный стандарт под названием «Вода питьевая», где очень многие нормативы соответствуют более раннему ГОСТу СССР. По очень многим параметрам эти документы похожи. И с таким, скажем, радостью хочу вам отметить, что ГОСТ «Вода питьевая», который используется в Российской Федерации, является одним из самых жёстких нормативных документов по воде в мире. Поэтому у нас вода достаточно, несмотря на все наши неприятности, вода достаточно чистая. Ну и существует также международный стандарт питьевой воды, который используется в мире. Какие же требования предъявляют воде питьевой? Мы с вами сейчас поговорим более подробно о воде, которая составляет основу нашей жизни. Напомню вам, что организм взрослого человека состоит примерно на 60% из воды. И чем младше человек, ребёнок состоит примерно из 80%, в некоторых случаях 90% воды. То есть чем младше возраста, тем более насыщен организм водой. Поэтому качества, которые предъявляются, вне требования, которые предъявляются к качеству воды, они имеют огромнейшее значение. Итак, питьевая вода должна обладать следующими свойствами. Это первое. Иметь удовлетворительные органолептические свойства. Мы чуть позже с вами поговорим об этих свойствах. Ну, напомню вам, что органолептические свойства – это такие свойства, которые вы без проблем и без труда можете определить при помощи своих органов чувств. То есть обонянием, осязанием, зрением. Поэтому они называются органолептические. Следующее требование – это вода должна иметь оптимальный химический состав. Ну и последнее витребование – вода обязательно должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении. Потому что существует так называемый водный путь передачи целого ряда заболеваний с возможным возникновением водных эпидемий. Вот эти три момента, которые мы с вами озвучили, они лежат в основе вот того самого государственного стандарта. То есть они соответствуют как бы направлениям или разделам государственного стандарта по органолептическим свойствам, химическому составу и эпидбезопасности. Итак, гигиенические требования к качеству питьевой воды. Вот те самые. Начнем с органолептических показателей. Что же мы у воды можем определить при помощи своих органов чувств? Конечно же, это запах и привкус. Тут на слайде отмечено до 2 баллов, причем шкала составляет от 0 до 5 баллов. Поэтому, чтобы вы имели представление, вода, которая подается в централизованное водоснабжение, она должна иметь запах и привкус не более 2 баллов. Что это такое? Даже небольшое наличие некоторого запаха и привкуса, оно не мешает беспрепятственно использовать эту воду в питьевых целях. Следующий пункт органолептики воды – это окраска или цветность. Понятное дело, что вода является универсальным растворителем. Ну и особенно часто бывает колодезная вода, пока она просачивается через достаточно большие слои почвы, она приобретает, вымывает определенные соли, забирает в себя и что придает, может придать ей некоторую окраску. Плюс ко всему, если трубы централизованного водоснабжения старые, они сделаны из металла, металл при контакте с водой ржавеет, и такая вода, протекающая по старым износившимся трубам, может приобретать желтоватый оттенок. Поэтому мы говорим об окраске и цветности до 20 градусов. Отмечу, что эти градусы, они не являются ни градусами температуры, ни градусами кислотности, ничего бы то ни было. Это условные градусы. И каким образом определяют воду окраску и цветность? Это берут образец воды в пробирке и сопоставляют с так называемой монохроматической шкалой цветности воды. Ну и вода эта должна примерно соответствовать до 20 градусов. Немножко вернусь к запаху и привкусу. Определить 2 балла, допустим, может обычный человек, а вот менее 2 баллов, то есть определить запах и привкус воды в 1 балл, могут люди, имеющие достаточно чувствительные органы обоняния и осязания. Такие люди называются одораторы. Ну и еще один такой вот факт, что 0 баллов имеет только вода дистиллированная. В любом случае, напомню, что вода это универсальный растворитель на планете Земля. Поэтому в любом случае она растворяет различные соли, минералы, в связи с чем приобретает определенный запах и привкус. Без запаха и привкуса вода только дистиллированная, то есть не имеющая никаких солей. Ну и, соответственно, дистиллированную воду употреблять нельзя. Следующий показатель органолептики воды – это мутность, которая должна быть до 1,5 мг на литр, или аналогичным показателем, называющейся прозрачность, которая должна быть не более 30 см. Каким образом определяют прозрачность? У нас будет такое практическое занятие по воде, так как в цилиндр, имеющий краник внизу у дна. Не на дне, а у дна. Наливают воду. Под этот цилиндр, под дно, подкладывают рифт с Неллина, то есть определенное цифро-буквенное изображение. Сверху цилиндра через толщу воды смотрят на этот шрифт и спускают воду через кран до тех пор, пока шрифт становится читабельным. То есть действительно можно разобрать и прочитать, что там написано. А затем измеряют линейкой, измеряют толщину слоя воды, через которую, в общем-то, прочитали этот шрифт. Итак, прозрачность должна быть не менее 30 см. То есть через толщу воды в 30 см данный шрифт должен быть читабелен. Ну и последний органолептический показатель воды – это температура. Конечно, он мало имеет отношения к органолептике. Температуру измеряют термометрами. Но, тем не менее, температуру относят к первому разделу государственного стандарта. Следующий показатель – это химический состав воды. Еще раз повторюсь, вода – универсальный растворитель. Протекая по определенным местностям, вода растворяет различные минералы, соли, в связи с чем существует так называемый сухой остаток. То есть минерализация воды, которая в норме должна составлять до 1 грамма на литр. Сразу сделаю отступление. Все показатели ГОСТа воды, они даются на литр. В том числе и сухой остаток. То есть сколько должно остаться солей при выпаривании 1 литра. Должно быть не более 1 грамма солей. Ну или на слайде приведено 1000 миллиграмм. Все остальные показатели, которые размещены ниже на слайде, относятся к минеральной воде. Вот желтым выделено норматив для питьевой воды по сухому остатку. Остальные два показателя – 1-2 грамма на литр и 10 граммов на литр имеют отношение к минеральной воде. Итак, 1-2 грамма на литр – это если речь идет о слабо минерализованной воде, ее называют еще столовая, минеральная столовая вода. Ее можно использовать для питьевых целей с небольшими ограничениями. Ну и 10 граммов на литр – это высокоминерализованные воды, это лечебные воды. Их используют с очень серьезными ограничениями по количеству. Их используют с целью лечения. Следующий показатель химического состава – это содержание хлоридов. Ну, под хлоридами очень легко представить натрий хлор, то есть обычная поваренная соль. Хлоридов в воде должно быть не более 350 миллиграммов на литр. Если этот показатель будет несоблюден, то есть в воде будет превышение хлоридов более чем норматив 350 миллиграммов на литр, и человек употребляет такую воду систематически, это может привести к формированию артериальной гипертензии. Содержание сульфатов. Следующий показатель. Сульфатов должно быть не более 500 миллиграмм на литр. Ну, и учитывая, что содержание сульфаты – это сернокислый магний, ну, и из курса фармакологии наверняка вы узнаете, что сернокислый магний, у него второе название – это магнезия. При употреблении внутрь она дает ослабительный эффект. В связи с чем, содержание сульфатов до 500 миллиграмм на литр обеспечивает абсолютно нормальную деятельность желудочно-кишечного фракта. В случае, если данный показатель будет превышать 500 миллиграмм, то возможно развитие диареи. Химический состав воды. Я прошу прощения, я сделаю небольшую паузу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Итак, следующий показатель химического состава – это общая жесткость. Она должна быть в пределах 5-7 миллиграмм эквивалент. Во всяком случае, не более чем 5-7 миллиграмм эквивалент. Что каждый 1 миллиграмм соответствует 8 миллиграмм оксида кальция или 20 миллиграмм оксида магния. Если этот параметр будет больше, ну, к примеру, будет составлять от 7 до 14 миллиграмм эквивалент, такая вода будет называться жесткой водой. Ну и, соответственно, более чем 14 миллиграмм – очень жесткая вода. Если показатель минерализации, показатель жесткости будет составлять менее 5, ну, к примеру, в пределах 3,5 миллиграмм эквивалент, такая вода будет называться мягкой водой. Пазалось бы, все хорошо. Однако, мягкая вода тоже ее использование в течение длительного времени недопустимо, потому что приводит в конечном итоге к патологии сердечно-сосудистой системы. Что касается жесткой воды, если речь идет о превышении от 7 до 14 или более 14 миллиграмм эквивалент, то такое содержание, такая жесткость также приводит к патологии, но уже со стороны печени и почек. То есть, возможно, образование камней, приводящих к появлению желчекаменной или мочекаменной болезни. Поэтому оптимальный вариант – это придерживаться золотой середины в 5-7 миллиграмм эквивалента. Хочется отметить, что в ряде регионов Крыма вода имеет достаточно большую жесткость, на уровне 10 миллиграмм эквивалент в некоторых регионах до 14. В связи с чем существуют рекомендации об уменьшении жесткости, или так называемом умягчении воды. Ну и в быту этого можно достичь путем обычного кипячения. В момент кипячения соли выпадают в осадок. Это так называемая устранимая жесткость. Ну и они выпадают в осадок и образуют такой характерный налет на стенках посуды, в которой кипятится вода. При этом неустранимая жесткость, она остается в воде, то есть вот часть солей продолжает оставаться в воде. Следующий показатель химического состава это азотистые вещества. Это достаточно серьезный момент, потому что современные воды достаточно часто бывают непригодны к питьевому пользованию именно из-за содержания азотистых веществ. Азотистые вещества попадают... Что это такое? Ну азот или азотистые вещества это нитраты, нитриты, аммиак образуются в процессе белкового распада. Когда идет распад белка, образуются нитриты, нитраты и в конечном дуге аммиак. Если в воде, то есть нитритов и аммиака не должно быть вообще. Если же эти показатели нарушены, то есть нитраты и аммиак, составляют более чем 10 миллиграмм на литр в пересчете на азот, либо есть нитриты, либо аммиак. Употребление такой воды может привести к водонитратной метке маглобин эмии. Такое состояние крайне опасно у новорожденных. Именно новорожденные чаще всего и получают такую патологию. Почему? У них есть ряд особенностей, которые способствуют развитию. Такие как гораздо меньшая кислотность желудочного сока. Вторая особенность – это отсутствие метки гемоглобин редуктазы. И третья особенность у детей первых дней жизни – это наличие фитального гемоглобина, который обладает с родством определенным к осуществуям вещества. И при присоединении прекращает полностью переносить кислот. Поэтому данная патология возникает чаще всего у новорожденных. В основном у новорожденных я бы так сказала. Она имеет даже название водонитратная метгемоглобиномия новорожденного. И может привести к летальному исходу. То есть это достаточно серьезная и опасная патология. Следующие показатели химического состава – это окисляемость. Окисляемость составляет от 2 до 4 мг кислорода на литр. Кислород идет на окисление продуктов, в том числе биологического происхождения, в том числе азотистых веществ, которые содержатся в воде. Окисляемость, еще раз, должна быть не более 2-4 мг кислорода на литр. Если этот показатель будет больше, это значит, что вода имеет загрязнение. И, как правило, она имеет под собой белковую природу. Следующий показатель – это сдержание железа. Железо должно быть не более 0,3 мг на литр. Никаким заболеванием повышенное содержание железа не приводит, однако оно нарушает водопользование, потому что изменяет, причем существенно изменяет, органолептические свойства, такие как цвет и запах и привкус. Такая вода становится желтоватой с характерным привкусом. Ну и для того, чтобы избавиться от… снизить этот показатель до норматива, то есть сделать его менее 0,3 мг на литр. Существуют определенные методики, ну, в частности, есть так называемые градирни. Это такие помещения, где воду просто разбрызгивают. В результате контакта с кислородом воздуха железо потом спокойно можно… спокойно выпадает в осадок, и вода… с водой происходит так называемое обезжелезивание. Следующий показатель – это содержание фтора. Непосредственно для стоматологов достаточно важный показатель. Фтора должно быть не более 1,5 мг, но и не менее 0,7 мг на литр. Если воды будет более чем 1,5 мг, это приводит к флюорозу. Флюороз – это такое достаточно интересное заболевание. Ну и часто от стоматологов слышу, что это появление пятен, коричневых пятен на зубной эмали. Да, бесспорно, это правильно. Но это только верхушка айсберга. Потому что флюороз – достаточно серьезное заболевание, которое может приводить вплоть до… может вызывать вплоть до умственной отсталости. Поэтому пятна на зубной эмали, да, действительно будут иметь место. Но, однако, следует учитывать, что этот вид патологии имеет еще более серьезное изменение. Ну и если же вода содержит фтор менее чем 0,7 мг на литр, это приводит к кариесу. При этом, при всем существуют так называемые геохимические провинции. Ну, бог так создал землю, где содержание фтора в воде будет меньше или больше. Ну, вот, в частности, к маленьким содержанием фтора в воде корешит вода в Крыму. Что, соответственно, обуславливает большое количество стоматологической патологии у населения. В частности, кариес. Поэтому следует принимать определенные мероприятия для уравновешивания данного показателя. Ну и на этом хочется закончить, разбирать химический состав. Напомню вам, что в государственном стандарте питьевой воды химический состав занимает самое большое место. В него включены, вот кроме нами рассмотренных, большое количество показателей, включая предельно допустимые показатели, так называемые предельно допустимые концентрации, включая медь, фенолы, поверхностно-активные вещества и так далее. Но мы с вами определились с кругом показателей химического состава для того, чтобы иметь представление о том, как вода влияет на человека. Ну и в частности, какие заболевания могут быть вызваны именно содержанием или отсутствием содержания в воде тех или иных соединений химической природы. Третья часть раздела, или третий раздел ГОСТа воды – это бактериологические показатели. Ну, мы с вами будем разбирать три таких показателя. Это общее микробное число ОМЧ, коли-индекс и колитит. Общее микробное число. Это единственный показатель, который нормируется на миллилитр. Для того, чтобы его подсчитать, берут один миллилитр воды, высевают на чашку Петри на мясо пептонный агар, помещают в термостат на сутки при температуре 57 градусов. Ну и через сутки ведут подсчет колоний, которые дают эта вода. Так вот, количество таких колоний должно быть не более 100. Что, собственно говоря, и является нормативом. Следующий показатель – это коли-индекс и также коли-титр. Это два взаимодополняющих показателя или взаимовытекающие друг из друга. Коли-индекс – это количество ишерихи коли, которые находятся в одном литре воды. Итак, в одном литре должно быть не более трех ишерихий. Соответственно, обратный показатель – это коли-титр. Это количество воды, которое приходится на одну ишерихию в поле. Итак, если в 1000 миллиграммах воды или в одном литре воды будет три ишерихии, то путем простейшего отделения мы получаем коли-титр – количество воды, которое приходится на одну ишерихию. Это 333, ну, соответственно, сокращают, должно быть, коли-титр должен быть не более трехсот. То есть в таком количестве воды должно быть не более, должно быть не более одной ишерихии коли. Ну, и существуют прямые и косвенные показатели органического загрязнения воды. Прямые показатели. К ним относят бактериальные показатели. Вот то, что мы с вами только что разобрали. Идет ухудшение бактериологических показателей воды и возможное обнаружение в воде патогенной микрофлоры. Это будут прямые показатели органического загрязнения воды. Ну, и если есть прямые, соответственно, есть и косвенные. Косвенные – это изменение органолептики воды, увеличение хлоридов, сульфатов, азотистых веществ и откисляемости воды. То есть вот тот кислород, который идет на откисление, он идет на откисление органических остатков. Если данные показатели превышают свои нормативы, это может привести к развитию водных эпидемий. Еще раз повторю, что, к большому сожалению, особенно если в воде находят патогенную микрофлору, вода может стать источником большого количества инфекционных заболеваний. Это может быть вплоть до вирусных заболеваний, к примеру, гепатит А. Поэтому бактериологические показатели нормируются достаточно жестко и отслеживаются также тщательно с целью профилактики развития водных эпидемий. Ну и вот более подробно. Острокишечные инфекции очень часто передаются именно водным путем. Ну и эпидемия холеры, она напрямую связана с водой. В том числе вот в Крыму была достаточно давно, но тем не менее была эпидемия холеры. В акватории Азовского моря более 10 лет назад была эпидемия холеры. Ну и такие страны, как Индия, ну ряд азиатских стран с не очень высоким уровнем жизни. В них часто возникают водные эпидемии именно холеры. Могут также быть, передаваться водным путем брюшной тиф, паратифы, бактериальная и объемная дизентерия, инфекционные энтериты и так далее. Ну и если мы уже заговорили о странах азиатских, где достаточно часто возникают такие заболевания, то туристам, прежде чем посетить эти страны, рекомендуют сделать вакцинацию. Это одно из условий спокойного и нормального тура в данную страну. С водой также могут передаваться вирусные инфекции, причем более 100 вирусов. Про гепатит А я вам уже говорила, но сюда же относят и более страшный, более серьезный полиумиолит, также энтеровирусы, аденовирусы, ротовирусы и так далее. Следующее заболевание – это зоонозы. То есть заболевания, которые могут поражать животных. Животные являются переносчиками, но передаются они вот через водным путем. Это лептоспироз, тулеремия, хораткоку, бруцелез и другие заболевания. С водой могут также передаваться гельминтозы и простейшие, такие как лямбрия, эскориды, шистосомы, волосоглав. Также могут передаваться с водой. Ну и скоро мы заговорили с вами о водных эпидемиях, давайте разберем их более подробно. На слайде представлен график водной эпидемии, который характеризуется первым таким ярким моментом. Это резкое начало. Резкое начало. Количество случаев достаточно быстро растет. Случаев заболевания. Так называемая массовость. То есть очень резко поднимается количество заболеваний или число заболевших людей. Второй признак это чуткая территориальная привязанность этих случаев к определенному водоисточнику. Ну, к примеру, вот, допустим, часть города Северополь, она снабжается питьевой водой. Ну, к примеру, из Баринского водохранилища. Часть, другая часть снабжается из Партизанского водохранилища. Ну, и при случае заболевания именно воды в данных водоемах, теоретически возможно развитие водной эпидемии. Но это в случае, если дают сбои системы очистки и обеззараживания, что на сегодняшний момент ни разу еще не наблюдалось. Более часто наблюдаются водные эпидемии, связанные с качеством питьевой воды в маленьких поселках, где имеет место децентрализованное водоснабжение. То есть использование колодцев, скважин, где вода гораздо более быстро загрязняется и она не поддается обеззараживанию. Во всяком случае, непосредственно в самих источниках. Если употреблять такую воду, предварительно не обеззараживая ее, то есть хотя бы не кипятя, не прокипятив, то тогда высок риск возникновения заболеваний, которые мы чуть-чуть раньше перечисляли. То есть с такой водой могут передаваться и вирусы, и бактерии, гельминты, и целый ряд, что может привести к целому ряду инфекционных заболеваний. Следующий показатель или признак – это резкое снижение числа заболевших после закрытия источника. Как правило, если доказали связь эпидемии с водоисточником, такой источник воды закрывается. И население использует, как правило, привозную воду. И вот если источник закрывается, то в результате этих мероприятий начинает также резко падать количество возникших случаев заболевания. Следующий показатель – это жаркое время года. Почему? Потому что, когда жарко, человек испытывает жажду и, соответственно, много пьет. Таким образом, снижает барьерную функцию ажфлора в животе. То есть, концентрация серной кислоты становится меньше, кислотность падает, что способствует возникновению эпидемии. Ну и давайте разберем источники водоснабжения и дадим им гигиеническую характеристику. Более всего, чаще всего используют открытые водоемы, так называемые поверхностные воды. Это реки, озера и водохранилища. Что хорошего в таком источнике водоснабжения? То, что эти источники достаточно доступны. То есть, они есть, либо их достаточно легко создать. Сделав за пруду, получив водохранилище. Однако, такие воды достаточно легко могут быть загрязнены. Поэтому источник имеет место быть. Он доступен. Он недорог. В плане добычи воды. Однако, у него есть свои недостатки. Следующий водоисточник – это подземные воды. Подземные воды делятся на два вида. Это грунтовые воды и межпластовые. Грунтовые воды, для того, чтобы их добыть, то выкапывают колодцы. Грунтовые воды также текут из родников. Такие воды, к большому сожалению, часто могут быть загрязнены большим количеством солей, минералов. Поэтому, и органика в них может присутствовать. Поэтому, такие воды нужно очень тщательно проверять на их пригодность к водопользованию. К примеру, к питьеводу. Следующие воды – это межпластовые. Ещё их, некоторые из них называют артезианские. Те, которые из склажины бьют фонтанчиком. Ну, или межпластовые подземные воды. Для их получения необходимо бурение склажин. На достаточно большую глубину. 50, 60, 80 метров, 100 метров. Ну, и такие воды, в плане эпидемиологическом, они очень хороши. То есть, очень часто они вообще стерильны. Однако, учитывая то большое количество слоёв почвы, которая должна преодолеть вода, чтобы скопиться в подземном резервуаре или в подземном озере, такие воды очень часто имеют больше, чем норматив в содержании химических веществ. В частности, солей. Поэтому в эпид отношении воды прекрасны. Однако, могут содержать соли, что может привести к развитию других патологий. Кроме эпидемиологических. Атмосферные воды. Их ещё называют метеорные. В старину, когда не было вот такого большого распространения, не получило централизованное водоснабжение, собирали атмосферную воду. То есть, воду осадков. Нождевая, снеговая. И использовали её в хозяйственных, бытовых целях и вплоть до питья. К большому сожалению, к течениям развития промышленности, воздух загрязняется. Ну, к примеру, некоторые предприятия дают, выбрасывают в воздух сернистый ангидрид, который при контакте с водой во время дождя превращается в серную кислоту. Поэтому, когда говорят «кислотные дожди», то действительно правда. Такими осадками загрязняются, в том числе и поверхностные воды. Ну и, естественно, сами атмосферные воды тоже являются малопригодными в данном случае. Последний вид источников – это опреснение морских вод. Ну, вот прогнозируют, что в Крыму, может, будут опреснять воду. Это хороший метод получения достаточно качественной питьевой воды, однако очень затратный по электроэнергии и, в конечном итоге, по денежному эквиваленту. Это дорогой метод получения питьевой воды. Водоемы, независимо от того, насколько мы загрязняем их, или насколько загрязняем воду в целом на планете Земля, вода самоочищается. Ну и каким образом это происходит в водоемах? Первый способ у воды – это разведение. То есть вода сама себя разводит порциями более чистой воды. Это когда в водоем, в водохранилище или озеро впадает один или несколько источников пресной воды, являющихся чистой. И таким образом происходит снижение концентрации загрязнителя. Второй путь – это седиментация, то есть осаждение, выпадение в осадок и скапливание в придонных слоях. Следующий путь – это биохимическое окисление микрофлоры. При этом существует показатель, который отражает эти процессы. Это биологическое потребление кислорода. Следующий путь – это адсорбция гидробионтами. Гидробионты – это живые организмы, находящиеся в воде, которые для своего питания вынуждены пропускать через свой организм достаточно большое количество воды. Таким образом, они как бы фильтруют воду. Но к таким организмам, в частности в Черном море, можно отнести мидии. Таким образом, вода очищается, однако в самих гидробионтах загрязнители накапливаются. Следующий путь – это бактерицидное действие ультрафиолета. Оно возможно только в верхних слоях до 50 см. Ну и следующий путь, последний путь – это нейтрализация. Когда, допустим, в воде находятся щелочи, а в притекающий водоем в воде, то есть впадает водоем речка, в ней содержится кислота, в результате реагирования, реакции нейтрализации образуются вещества нетоксичные или гораздо менее токсичные, нежели были в начале. Способы оценки степени загрязнения воды в водоемах. Давайте разберемся, как можно оценить степень загрязнения. Самое главное – это, чтобы вы себе представляли существование трех видов мониторинга. Первый мониторинг – это аналитический, от слова «анализ». Когда проводят сопоставление различных показателей в воде, в пробе воды, берут пробу воды, определяют показатели какие-то и сопоставляют с такими показателями ГОСТа или государственного стандарта, то есть проводят анализ, в результате чего такой мониторинг получил название «аналитический». Следующий мониторинг – медико-гигиенический, который проводится по показателям здоровья людей, которые употребляют воду на данный месяц. Следующий показатель – экологический мониторинг, то есть проводят анализ или отслеживают по ряду гидробиологических показателей. Первое – это по индикаторным организмам или по чувствительным организмам, в частности форель. Это рыба, которая может жить исключительно в чистой воде. Второй способ – это по организмам, фильтраторам, о чём мы уже говорили, например, медии и по накоплению в них загрязнителей. Ну, а также по качественным и количественным показателям гидроэкосистемы. Существует две системы водоснабжения – централизованная и децентрализованная. Централизованная – это городской водопровод, в состав которого входят головные сооружения, то есть это то место, где осуществляется забор воды. Сюда входят насосные станции и очистные сооружения. Ну, вот в частности, очистные сооружения для питьевой воды в городе Симферополе находятся на Петровских высотах. После очистки обеззараживания воды эту воду запускают в распределительную сеть. Это магистральные, внутриквартальные, внутридомовые водопроводные сети. Вторая система – это децентрализованная система. она имеет место быть, как правило, в небольших населенных пунктах. И это может быть малые сельские водопроводы, это сюда относят колодцы и скважины. Эта система в гигиеническом плане гораздо хуже, потому что отсутствуют сложные очистные сооружения. Поэтому в плане эпидбезопасности, конечно, централизованная система гораздо лучше. Вокруг водозабора, то есть вокруг места, где воду берут, втягивают в распределительную сеть, существует несколько зон. Ну и первая зона вокруг непосредственно водозабора называется зоной строгого режима, куда входит само место водозабора и головные сооружения водопровода. Вторая зона – это зона ограничений. В 2-5 километрах от побережья озера или, к примеру, несколько километров вверх по течению реки или, опять-таки, 2-5 километров от берега водохранилища устраивают зону ограничений. В этой зоне запрещено строительство будь каких сооружений. Ну и последняя зона, она как бы окружает зону ограничений – это зона наблюдений. Это вся водосборная территория водоема. То есть, это вплоть до самой последней мелчайшей речушки или ручейка, который в результате падения вода попадает в данный водоем. с определенной периодичностью в эту зону наблюдений приходят специалисты, проводят отбор проб воды и сопоставляются нормативами для того, чтобы предположить или предупредить провести профилактику загрязнения воды. Методы улучшения качества воды. Мало того, что воду берут из водоема, но прежде чем пустить ее в магистральную сеть, с ней производят определенного рода манипуляции. Таким образом улучшают качество воды. И существует три группы методов очистки, обеззараживания и специальные методы. Очистка это удаление механических примесей. К ним относят отстаивание и фильтрацию, в результате чего удаляются не только механические признаки, но и значительно улучшаются органолитические показатели, такие как мутность и окраска. очистка. Следующие методы это обеззараживание воды, то есть уничтожение микрофлоры. Ну и последний вид улучшения качества воды это специальные методы, благодаря которым могут улучшиться некоторые отдельные показатели данной воды. Очистка. Чуть более подробно. Удаление механических примесей путем отстаивания фильтрации или коагуляции. Отстаивание это когда вода примеси механические седиментируют, то есть выпадают на дно, то есть воду заливают в специальные емкости, где она отстаивается. Следующий метод это фильтрация, когда воду пропускают через фильтры, так называемые медленные фильтры, которые представляют на разрезе, вставляют не что иное, как слои грунта, начиная с крупного булыжника вверху, гравия в середине и песка в самом низу. Это так называемый медленный фильтр. Ну и если необходимо обеззаразить и очистить воду крупного города, то тогда используют быстрые фильтры с коагулянтами. Это следующий метод очистки воды коагуляции. Контроль эффективности очистки воды по этим показателям ведут по органолептике, особенно помутности или прозрачности воды. Таким образом, вот эти показатели отстаивания фильтрации и коагуляции могут значительно улучшить органолептику, в частности прозрачность воды. Помимо отстаивания фильтрации и коагуляции существует обеззараживание воды, то есть необходимо уничтожить в воде микрофлору для того, чтобы предотвратить водные эпидемии. Итак, обеззараживать воду можно физическим или химическим путями. Физические это кипячение, ультрофиолетовое облучение, ультразвук и гамма-облучение. Эти вот четыре фактора могут реально снизить или улучшить бактериальные показатели воды. Наряду с этим существуют также химические методы. Ну и в зависимости от того, чем реально действуют, они делятся на хлорирование, озонирование и серебрение. Таким образом используются хлор, озон и серебро для обеззараживания. Независимо от того, какие методы обеззараживания использовались, физические или химические, контроль эффективности проводят по бак показателям воды по общему микробному числу, оли индексу и оли титул. Ну и специальные методы улучшения качества воды в зависимости от того, чего избытком, чем избытком страдает вода или чего в ней не хватает, есть следующие специальные методы. Это дезодорация используется для снижения запаха воды. Обезжелезивание используется для снижения такого показателя, как железо. умягчение если вода очень жесткая, то тогда используют умягчение. Опреснение воды достаточно дорогое, но эффективное. Дезактивация воды, когда в воде могут быть или могут находиться абсолютно радионуклеиды. Денитрификация это для воды, которая содержит азотистые вещества, такие как нитраты более чем 10 в пересчете на азот, 10 мг на литр, или содержит нитриты, которых вообще не должно быть, или содержит аммиак, которого также не должно быть. Данный метод называется денитрификация. Дефторирование это если вода содержит большое количество фтора, то тогда используют дофторирование. ну и по аналогии из фтора мало используют фторирование воды. Контроль задатными методами улучшения качества воды проводится по необходимым показателям. Хлоирование воды чаще всего используют такой метод метод обеззараживания как хлорирование. Это не самый лучший метод. Сразу давайте договоримся с вами. Однако это недорогой, абсолютно недорогой метод. Поэтому он до сих пор имеет место быть и используется в народном хозяйстве. Каков же механизм бактерицидного действия хлорирования воды? При внесении хлора при контакте с водой образуется H-хлор. Затем образуется HO-хлор, который ассоциирует на ионы H+, и хлор- или O-хлор- гипохлорид ион. Ну и схема хлорирования. Хлорпотребность воды это такой показатель воды, который состоит из хлорпоглощаемости и хлор и остаточного хлора. При внесении хлора в воду наблюдается хлорпоглощаемость. То есть хлор начинает связываться с различными веществами, которые находятся в воде. И вот этого хлора необходимо до 95%. То есть 95% хлора, который вносят в воду для обеззараживания может пойти на хлорпоглощаемость. То, что осталось в те 5-10% они должны обеспечить наличие остаточного хлора в воде. Не путайте пожалуйста остаточный хлор с хлоридами. Хлор это газ, хлориды это соль. остаточный хлор свободный должен составлять от 0,3 до 0,5 миллиграмм на литр. Если хлора будет меньше, это значит вода обеззаражена недостаточно. Если хлора больше чем 0,5 но к примеру реальные показатели остаются высокими и допустим превышают свои показатели, то данное хлорирование данное обеззараживание не эффективно. Хлорирование воды может проводиться по следующим видам. Обычное или нормальное хлорирование по хлор потребности которое мы только что с вами озвучили. есть также двойное хлорирование когда определенная доза хлора то есть вычислена доза хлора которая необходима для обеззараживания этого объема воды она делится на две части половина хлора вносится до очистки воды а вторая половина вносится после очистки таким образом хлор вносится дважды поэтому названием этого вида двойное хлорирование следующий вид это супер его также называют супер гипер перехлорирование используют в случае очень загрязненной или очень загрязненной воды или воды с неизвестными показателями а также по эпид показания если в населенном пункте или в каком-то регионе возникла эпидемиологическая безопасность по каким-то заболеваниям то для ее предотвращения для предотвращения водных эпидемий воду хлорируют с избыточной дозой хлора напомню что такой вид хлорирования называется супер гипер хлорирование супер хлорирование гипер хлорирование или перехлорирование затем конечно обязательно необходимо использовать дехлорирование то есть хлор должен сделать свое дело обеззаразить воду и его лучше всего конечно убрать путем дехлорирования используя гипосульфит натрия или активированный уголь ну и самый последний вид хлорирования он же самый лучший это хлорирование с приаммонизации то есть за 30 секунд в воду вносит раствор аммиака а затем выждав положенное время вносит хлор результате контакта лора и аммиака образуются хлорамины которые по своим обеззараживающим свойствам действуют лучше чем сам хлор ну и учитывая что этот вид хлорирования достаточно дорогой поэтому он распространен далеко не везде эколога гигиенические проблемы загрязнения водоемов основные источники загрязнения могут быть природными такие как результате наводнения ледохода цветение водоемов гниение биоты сезонная гибель гидробионтов что угодно то есть вот существуют природные источники загрязнения воды в водоемах ну и соответственно антропогенные почему потому что существуют хозяйственно бытовые источные воды которые сбрасываются или демпингуются в акватории допустим морей или озер или рек промышленные источные воды сельскохозяйственные источные воды регулирование стока рек образование строительство плотин результате чего приводится это приводит к загрязнению воды рек дампинг сброс отходов водный транспорт портовые и дно углубительные работы также загрязняет воду также сюда можно отнести атомные электростанции и военные ядерные полигоны почему потому что вода данных источниках загрязнения очень активно используются для охлаждения ну и последним источником можно назвать рекреационную нагрузку когда человек использует водоем для отдыха эколог и гигиенические последствия загрязнения вот давайте начнем с гигиенических первое последствие это ограничение или вообще ликвидация водопользования то есть загрязнение могут может привести к закрытию источник к примеру колодца или скважины второе последствие это ухудшение санитарных условий жизни понятное дело если уменьшается количество пресной воды то соответственно ухудшаются санитарные условия жизни накопление опасных уровней токсикантов причем токсиканты накапливаются в гидробионтах допустим вот качество гидробионта мы с вами рассматривали мидии то есть в мясе мидии возможно накопление токсикантов ну и в прочих рыбопродуктах плюс ко всему загрязнение воды ведет за собой загрязнение воздух почвы и других объектов гигиени и экологические последствия в отличие от гигиенических они делятся на обратимые и необратимые изменения гидросистем или гидроэкосистем то есть ведут наблюдение за гидроэкосистемы снижение продуктивности гидроэкосистем снижение численности особей каких-то различных видов выпадение некоторых видов гидробионтов полностью и также сукцессия или угнетение гидроэкосистем что делать основные направления охраны водоемов от загрязнения первое направление это административно законодательные меры разработка и внедрение законов на высшем уровне на высшем государственном уровне это законы о санитарном и эпидемиологическом благополучии населения ну что также можно отнести государственные стандарты воды второе направление это гигиенические меры здесь следует вспомнить два вида надзора предупредительный и текущий санитарный надзор предупредительный надзор то есть предупреждает на и производится на этапе экспертизы проектов возможных сооружений которые могут быть потенциально опасны плане загрязнения воды поэтому проводится экспертиза проектов технологии и нормирование вредных веществ в водоемах литерии вредности также идет органолептический это поглощение кислорода органическими веществами изменение санитарного режима и токсикологический метод наименьшее из пока это является основой для пдк предельно допустимой концентрации она проводится по лимитирующему признаку вредности лимитирующим признакам может выступить абсолютно разный признак вредности также проводят текущий санитарный надзор это контроль качества воды поиск источников поиск причин загрязнения принятия мер по улучшению качества воды или вплоть до полного запрета использования данного источника воды для водопользования медико-профилактические меры это вот тот самый аналитический мониторинг это изучение состояния здоровья населения которое связано с качеством употребляемой воды архитектурно-планировочные мероприятия существует определенные зоны санитарной охраны водоисточников вот если вы вспомните я говорила о зоне строгого режима режима ограничения и зоны наблюдения вот это и есть архитектурно-планировочные меры экологические меры это экологический мониторинг о котором тоже мы уже говорили то есть наблюдают за состоянием гидроэкосистем в связи с отсутствием или наличием загрязнителя следующие меры это технологические меры идеальный вариант использование замкнутых технологий то есть просто воду берут и запускают в процессы производства чего-либо затем после использования эту же воду очищают и повторно используют образуя так называемые замкнутые технологии результате таких технологий отсутствуют сточные воды самый идеальный я бы сказала идеальный мероприятие меры изменение технологий снижение загрязнителей сточных водах очистные сооружения для очистить источных вод уважаемые студенты у меня на сегодня все лекции окончено всего доброго